Привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать один очень-очень вкусный тортик, называется он Жозефина. Очень интересный, очень вкусный, ни на что не похожий. Спасибо подписчице, она очень меня просила приготовить именно этот тортик, который готовит одна кондитерская фабрика. Я посмотрев рецепт этого торта и посмотрев его состав, немножечко пришла в ужас и решила сделать его немножечко на свой манер. Поэтому давайте сделаем этот очень вкусный торт. Для начала я буду делать полуслоеные коржи, такие очень быстрые, которые мы готовим на Наполеон. И тесто буду использовать собственно то же самое. Здесь у меня яйцо и вода. Вместе должно получиться 150 грамм. Добавляю сюда уксус, чайную ложку сахара и четверть чайной ложки соли. Уксуса у меня там полустоловой ложки. Все хорошо перемешиваю. Отвешиваю 400 грамм муки. И в эту муку сейчас буду тереть на терке замороженное предварительно масло, либо маргарин. Обязательно должно быть замороженным. И либо при помощи комбайна, либо при помощи ложки или вилки, очень быстренько перемешиваем муку, превращая все это добро в крошку. Сильно долго не мешайте, чтобы у вас не успело оно нагреться и не перетереться с мукой так, чтобы это получился у нас уже именно песочный пирог. Добавляем сюда жидкую составляющую, то бишь воду с яйцом нашу. И также очень быстренько перемешиваем. Стараемся максимально, чтобы у нас вся мука собралась в ком. И быстренько-быстренько рукой, не сильно давя, пытаемся именно собрать в ком. Муки у нас уйдет на это количество где-то 400-450 грамм. Я всыпаю изначально 400, остальные вот тут грамм 15 у меня ушло на подпыл во время замеса, так называемого. Хотя вы видите, я не замешиваю, я именно как бы тесто сжимаю для того, чтобы оно у меня все склеилось. Но я не замешиваю для того, чтобы не растерлось у нас все масло и реально у нас не превратилось в песочное тесто. Теперь тесто я это буду делить на 10 частей. И остальные еще грамм 30 муки у нас уйдет на подпыл во время раскатки нашего теста. Итого как раз где-то 450 грамм муки у нас и уйдет. Вот такие вот кусочки теста у меня стали. Вам наверное плохо видно, не очень красиво там такие видно, слоеные прям с точечками белого масла внутри. Нам нужно отправить это тесто в холодильник. Возьму досточку, припыляю ее мукой, раскладываю кружочки своего теста, накрываю пленкой и отправляю в холодильник. Минимум на полчаса-час. После этого тесто уже можно будет раскатывать. Разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Раскатываем очень тонкие коржи. Из этого количества теста, разрезав его на 10 частей, у меня получилось 10 очень тоненьких и довольно больших коржей. Коржи я буду вырезать формой. Форма у меня будет где-то 28 см. Но вы должны рассчитывать, что эти коржи уменьшаются во время выпечки. То есть я разрезала где-то по 28 см. А в итоге у меня получалось где-то 25-26 см. Посмотрите, какое тоненькое тесто получается. Оно прекрасно катается. И вот оно вот очень-очень тоненькое. Теперь это тесто нужно перенести и вырезать с него уже по форме. Накручиваю немножечко на скалку и переношу на тефлоновый коврик. Либо на пергамент. Также эти коржи хорошо пекутся и вовсе без подложки. Они хорошо отстают. Я вырезаю вот такой вот разъемной формой. Можно хоть по тарелке, хоть по крышке, не важно. И подрезаю там, где у меня форма плохо прорезала. Теперь нужно наколоть вилочкой для того, чтобы не было больших пузырей. Остатки можно испечь вместе с коржом. Можно испечь после. Для того, чтобы потом украсить ними боковушки этой крошкой. Ставим в духовку данный корж. И он у нас печется где-то минут 7-8 при температуре 180 градусов. Получаются очень-очень вкусные такие коржи. Тем временем, пока делаются коржи, вместе с ними я в духовке поджарила грецкие орехи и арахис. Можно использовать только грецкие орехи. Их нужно где-то стакан. Также для украшения буду использовать здесь клубничное желе. Я взяла где-то 70-80 грамм клубничного пюре. Добавила туда полустоловой ложки сахара. Замочила чайную ложку желатина в 3 чайных ложках воды. Потом это пюре в микроволновке довела до кипения. Долго не кипятила, просто довела до кипения, чтобы сахар растворился. Закинула туда, вы видите, желатин. И перемешиваю, пока желатин у меня не растворится. И все это пюре выливаю на пленочку, на тарелочку. Сильно тонко его не расправляю вообще, потому что, ну, чтобы получились какие-то высокенькие такие у нас кругляшки потом. Теперь, уже когда у нас все коржи готовы, займемся кремом. Здесь я взбиваю 700 грамм сливок жирностью минимум 33%. И я еще добавила сюда столовую ложку сахара. И капельку ванильки. Взбиваем до хороших плотных пиков, чтобы у нас получилось, как именно на хороший крем. Если сливки хорошие, они у вас прекрасно забьются. Также нам здесь понадобится сгущенка, ириска, вареная, которая. Ее понадобится половина от веса сливок. Если вы захотите положить крема больше, чтобы ваш тортик был сочнее, просто рассчитывайте, что сгущенки берется половина веса сливок. То бишь, здесь у меня ушло 350 грамм сгущенки. Взбиваем все это вместе. Получается уже очень вкусный крем. И теперь добавляем сюда орехи, которые я еще немножечко измельчила. Не в блендере, не в мелкую крошку, а в такую довольно крупную руками-молоточком. Также сюда очень хорошо будет, допустим, фундук с грецкими орехами. Вот такой вот крем у нас получился. Все, можно собирать тортик. На низ ставлю небольшое количество крема, для того, чтобы пристал нижний корж и не ездил у нас по подложке. Выкладываю количество крема. Рассчитайте, пожалуйста, количество крема на 9 прослоек, чтобы вы потом не выбрасывали один лишний корж, потому что у вас не хватило крема. Прикиньте, либо по весу. Я, конечно, всегда это делаю на глаз, поэтому у меня всегда получается внизу чуть меньше крема, вверху чуть больше, потому что я внизу экономлю. В общем, распределяем наш крем. Стараемся нигде не забыть. И накрываем следующим коржом. Если вы думаете, что этот тортик похож на Наполеон, то вы далеко заблуждаетесь. Он абсолютно, абсолютно не похож на Наполеон по вкусу. Кстати, посмотрите, вот моя форма 28, и какой у меня тортик в итоге получился, как гуляет моя форма. Где-то 25-26, не больше получился мой тортик. Я его обратно закрываю формой, и сверху буду на него ставить пресс. Вначале небольшой пресс, а потом побольше, и с этим прессом где-то часика на два, пускай постоит. Потом, тем временем, я взбила швейцарскую меренгу, такую же, как мы с вами делали на безе, кто не видел, я вам ссылочку оставлю в описании. Очень просто, очень быстро. И сверху покрываю наш тортик. Остатками покрою и сбоку, для того, чтобы лучше пристала моя крошка, потому что осталось еще немножечко. Сверху не жалейте, кстати, здесь я взбивала швейцарские меренги на два белка. Сверху положите чуть побольше, потому что капелька может впитаться именно в сам верхний корж. Поэтому вы должны рассчитывать, чтобы у вас сверху было достаточное количество этого крема. Сильно я не заморачиваюсь, не разравниваю. Можно, конечно, хорошенько выровнять лопаткой. Выровняла боковушки. И теперь вот мои остатки я рукой прекрасно, вот смотрите, измельчаю в такую крупную крошку, красивую. Она очень ароматная получается. И буду теперь боковушки обсыпать именно этой крошкой. Этот тортик можно и под мастику упаковать, если сильно захотеть. Его же можно и выровнять, и ганашами, пожалуйста, он вам готов под мастику. Он не такой мягкий, как Наполеон. И внутри он реально не получается такой мягкий, как Наполеон. Я бы сказала, он даже получается как песочный и по ощущениям немножечко как медовик, что ли. То есть он далеко не такой. Обсыпала я крошкой вокруг, и теперь уже занимаюсь украшением. Когда застыло в холоде мое желе, я с него насадкой просто вырезаю кружочки. И эти кружочки раскладываю. Я буду раскладывать в хаотичном порядке, так как мне нравится. Не обязательно же делать так, как это делают там на фабрике. Потому что мы делаем вкуснее и для себя. Очаровательные желешки получились. На фабрике это делают вот так, и вторую сторону присыпают цветной кокосовой стружкой. У меня кокосовой стружки сейчас с собой не было, поэтому я этого не делала. Боковушки просто сверху вот тут еще поливают шоколадной глазурью. Неважно какой, это может быть и просто растопленный шоколад. Либо шоколадный ганаш. Потом отправляю тортик в холодильник минимум на ночь, чтобы он пропитался, лучше на сутки, конечно. И можно уже его резать и подавать его к чаю. Он очень ореховый, такой насыщенный. Я бы даже сказала, почему-то именно карамельно-ореховый. Очень-очень вкусный. Посмотрите, здесь видно и все слои. Здесь 10 слоев получается. Очень интересный тортик, очень вкусный. И я уверена, что он должен вам понравиться. Ставьте пальчики вверх под видео. С вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.